здравствуйте друзья сегодня 14 день моего похудения и я вот смотрю набралось достаточное количество вопросов чтобы я мог ответить на них и из этого материала смонтировать отдельный ролик и то начнем первым пишет мой старый подписчик надежный вдохновитель меня на подвиги константин яковлев успехов вам владимир будем следить за вашими успехами да уже есть на что посмотреть смысле успехов дальше александр митин лайк не глядя спасибо вам владимир за вашу работу пожалуйста буду стараться видео каждый день будет или по итогам диеты но я здесь ответил снимать буду каждый день и выпускать по 2 ролика неделю ольга д не пропадайте надолго и игорь чайковский не это интересно жду проект свету чик светульчик владимир вы молодец будете мне как ориентир я за вами до светульчик я надеюсь что мои материалы вам пригодятся как никому николай чуркин ждем роликов я смотрю на тебя владимир уже почти год как ты мне близок по готовке и по смыслу жизни я тебя понимаю считаю тебя своим человеком потому что живу как ты до принципы 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 жизненные принципы это такое понятие общее и надо стараться чтобы жизнь была интересна я это придерживаясь александр малютин ждем а вот сержио лас ласкарский интересен рацион я в прошлом году прошел месячный курс сбросил 11 килограммов все построено на специальном платном комплексе питания а вот это как раз то о чем я неоднократно говорил что старается за всякую чепуху старается с вас сбить деньги с нас старается сбить деньги да он достиг этот человек достиг своего результата 11 килограммов это немало но здесь ведь нет ничего необычного чтобы за это платить деньги очень интересно ждем продолжение дамир жумаев заинтриговал володя ольга д очень ждем огромное спасибо что делитесь как раз очень кстати так а вот иван иванов очень интересный комментарий и это знаковый комментарий он многих волнует вот именно вот так вот он пишет здравствуйте владимир очень нравится ваш стиль видео смотрю с удовольствием вопрос по теме мне 35 лет рост 186 килограммов вес 145 очень хочу похудеть правильно без вреда для организма увлекаясь пивом рыбой это мы все увлекаемся прекрасно знаю основы правильного питания но все никак не хватает силы воли чтобы начать с вашей подачи хотелось бы начать процесс с нетерпением жду следующих видео видео удачи вам и вдохновения вот это вот этот комментарий он знакомый по таким причинам дело в том что человек это это большой мужчина крупный мужчина но вес у него перешагнул уже как бы все мыслимые нормы но по-прежнему никому не хочется начинать вгонять себя в рамки и поэтому вот он откладывает откладывать откладывает хотя и понимает что нужно нужно уже браться за себя я ивану отвечу вот что я ему ответил письменно что здоровенный дядька 50-60 килограммов на храпом не сбросишь но я думаю у меня вы найдете ответы на свои вопросы когда буду снимать ролик о удержании веса после похудения я приведу пример вашей ситуации ну так получилось что я раньше привожу эту ситуацию пример то есть в этого человека лишних где-то 50 килограммов и если бы он вздумал допустим вот так вот сразу по моей методике я вот сбрасываю 20 килограмм а ему нужно сбросить 50 то я ему это делать не рекомендую потому что такой вес бесследно не пропадает за короткий срок остаются большие вот эти пустые мешки на руках на животе где был раньше жир поэтому бы я ивану посоветовал так по моему по моему методу сбросить допустим 15 но не более 20 килограммов 10-15 килограммов просто для того чтобы немножко привести себя в норму а дальнейшее похудение осуществлять медленно я когда в конце вот буду подбивать итоги я еще раз возвратюсь возвращусь к нему его ситуации там я буду рассказывать как удержать вес после похудения не считая калорий не ограничивая себя в разнообразии пищи в количестве пищи по любом придется себя ограничить потому что это предстоит всем и мне тоже предстоит потому что после того как я похудею на 20 килограмм я на другой день на второй день не начну сразу же трескать в тех объемах которым я привык более того ребята вот эта серия роликов вот эта тема меня заставила во многом пересмотреть свои как бы жизненные убеждения я не знаю во что они выльются я много передумал процессе того как удобно вам подать материал мне пришлось много думать много и обобщать много и анализировать и я еще не знаю какой мой будет стиль жизни после этого всего но ясно одно что этот стиль жизни будет здоровым я не откажусь я не смогу отказаться от всех этих вкуснятин вот вот этого мужских вот этих блюд невозможно отказаться потому что ну потому что зачем тогда жить но между тем все это надо будет как-то структурировать это питание как-то все таки привыкать к тому что не все полезно что в рот пролезла вот так как-то нам нужно будет переосмысливать свою жизнь ну я думаю что в общем я ответил на этот вопрос так 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 здравомыслие вот пинке 13 692 пишет здравомыслие юмор актуальность а что еще нужно отличным роликом ну буду стараться стараюсь чтобы было интересно светлана света молодец удачи вам спасибо владимир вот сергей тагиров владимир удачи дружище спасибо спасибо так дмитрий филипмонов владимир я вас поддерживаю я сам гурман в кавычках он имеет ввиду обжора но в принципе я так и научился готовить сам люблю вкусно покушать как и попал на ваш канал теперь с удовольствием смотрю и эти видео видео хотя пока еще сбрасывать нечего но на всякий случай но на потом пригодится потому что рано или поздно рано или поздно она где-то все откладывается все эти вкусности а вот актуальный вопрос дмитрий филипум дмитрий филипмонов спрашивает для вас гречка не спрашивает отвечает как бы комментирует для вас гречка для меня геркулес в детстве меня им пытали да да ребята я же не утверждаю что гречка это единственный продукт который на котором нужно зациклиться вы подберите ту разновидность каши которая вам более всего противная которые больше всего вы не любите и для одних это будет овсянка для других гречка а для третьих может перлока какая-то вот так вот вот актуальный актуальный вопрос сергей лукашов а разве перед началом голодания не нужно очистить желудок и кишечник клизма ну скажем так я по-разному пробовал потому что я не всегда худел и голодал тогда когда мне нужно это было для похудения были такие случаи я вот голодал на полном голодании по методу поля брега 21 день и это было чисто ради оздоровления и практиковалась клизма чечения кишечника ну скажем так ребята дело в том что клино применение клизмы есть два противоположных мнения сколько есть отрицающих такую возможность оздоровления сколько же есть таких то поощряющих и все эти медицинские светила как бы и не пришли к единому мнению полезно это или больше вреда чем пользы ну скажем так для похудения это не столь обязательного потому что если вы вам вы хотите очистить свой организм на протяжении там двух трех четырех недели дней вот так вот то так клизма убыстряет процесс конечно же а если у вас похудение сроком на 60 дней то это все выйдет естественным путем и очиститься потому что когда в кишечнике будет ну скажем малая часть той обычной загрузки которой он привык значит все то что там накопилось ну вот как бы эти залежи каловые камни там много чего может быть она выйдет естественным путем так что это ваше личное дело сделайте сделайте и я считаю что это не настолько обязательно александр малюкин доброго вечера вам владимир очень иносе интересно вот он спрашивает можно вопрос и идет вопрос такой бомбезный золотой вопрос ребята это то что я у меня было в мыслях но я просто не знал сомневался в том затрагивать ли эту сторону или не затрагивать в моих видеороликах звучит вопрос так нет ли у вас задумки об очищении печени желудка селезенки вот так вот задумка конечно же есть и было то это задумка потому что я свои медицинские документы предоставил на все общее обозрение не просто так а потому что я собираюсь за это время планирую не только похудеть я планирую я планирую оздоровиться а для этого нужно выполнять некоторые некоторые действия оздоровиться что можно вот он перечислил с чего начинается оздоровление да оздоровление начинается с печенки потому что весь этот жир который лишним оказался в наших организмах наших организмах он в первую очередь ударил по печенке а уже печенка обратным ракошетом ударила по всем остальным органам и и сердце и сердечно состудистая система и ну в общем и холестерин и бляшки и давление и все 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 это все взаимосвязано и конечно же конечно же надо подходить к этому делу комплексно я признаюсь да я упустил этот момент вот воплощение его в жизнь потому как ну во первых с нуля вот начать начать вот эту вот эту серию видеороликов не так просто и требует подготовительной работы но вообще-то ребята я наверно все таки более пристально возьмусь к этому пристально возьмусь за это дело и каким-то образом и изыщу время чтобы заняться оздоровлением своего организма и пожалуй я начну с яблочного уксуса яблочный уксус у меня свой посмотрите там на моем ролике как я сделал яблочный уксус у меня получилось чуть более трех литровой банки чистого яблочного уксуса но когда я беру осадочек там получился после процеживания будет как раз 3 литра этого уксуса мне хватит и после похудения и наверное я все таки начну как бы новую под тему на моих видеороликах потому что нужно будет ну во первых принимать яблочный уксус чтобы очистить кровеносную систему и ну он очень полезный и легче наверное перечислить те болезни которые он не лечит чем перечислять те болезни которые он лечит и для чего он полезный потом наверное все таки нужно очистить печень потому что холецистит на начальной стадии у меня есть застой желчи у меня есть а это как раз причина повышенный холестерин у меня есть это все есть и все это лечение начинается с очистки печени как раз печень этим заведует то есть наверное все таки надо яблочный уксус раз чеснок настойка на спирту это 2 и очищение печени лимон лимон с маслом наверное все таки так это будет с растительным вот так вот и наверное в честь этого я сниму отдельный ролик как бы как я это все приготовил как я это планирую употреблять я все-таки отдельным отдельной темой расскажу а вопрос очень хороший спасибо так виктория давиденко желает удачи и пишет хочу с вами да пожалуйста виктория присоединяйтесь с кс смешной вы дядька посмешили меня на смотреть приятно и интересно счастье морковка молодец буду следить да ребята точка зрения зависит как угол зрения зависит от точки сидения никогда себя поставил вот на эту точку сидения нахождение где я сейчас нахожусь выбрал я именно такую себе диету да морковка это счастье на полном серьезе как бы смешно это не звучало валентина михайлова мне понравился ваш рецепт спасибо успехов вам виктория снова давиденко лицо похудела уже видно вот именно этот комментарий меня натолкнул на мысль показывать в каждом своем ролике вот которые я выпускаю два раза в неделю показывать динамику моего похудения не только в килограмма а визуально вот показать какой я был в начале этого периода когда заступал на похудение и вот этот переводом три или четыре дня вот каким я был и вот что случилось за три дня допустим вот какой я стал потому что в общем это ну как бы не улавливается а когда поставить рядом две фотографии это уже наглядно визуальной то есть кого-то это может вдохновить что вот человек меняется на глазах можно сказать а вот мочил олег акванасиев так так хорошо рассказываете что я уже похудел пойду пожру ну приятного аппетита то есть ребята к похудению каждый идет своей дорогой своим путем каждого жизнь рано или поздно заставляет если человек любитель покушать жизнь его рано или поздно заставит задуматься но вот его еще не заставило ну и пускай подольше продолжается этот счастливый период когда не нужно думать о здоровье когда оно просто есть и можно кушать все что хочется так жон фист пишет а разве томатный сок не солью делается или все же томатный сок можно и солью и скажешь только гречку можно и какие сорта яблук подходят лучше всего мне кроме семеренку ничего на ум не приходит но начнем с томатного сока ребята как мы делаем томатный сок вот есть такая сокодавка ручная шнековая нет есть электрическая быстрооборотная но она не годится для того чтобы поджимать томатный сок а вот именно ручная в виде советской мясорубки такая шнековая вот мы томатный сок выдавливаем именно на этой этой сокодавки и а дальше вот что в духовку в духовке стерилизуется банки нагреваются на горячие банки накрывается крышки от жара от жара банки крышки тоже стерилизуется а тем временем вот этот свежевыжатый томатный сок ставится на огонь доводится до кипения и кипятится не меньше не менее 20 минут чтобы если вдруг туда попала какая-то косточка вот это семечко томата чтобы она проварилась насквозь потом вот этот томат без всяких без всяких солей приправ каких-то консервантов вот этот перекипевший томатный сок разливается под бок по банкам и закатывается ребята какой вкусный этот получается томатный сок вкус свежего помидора вот как вы кушаете свежий помидор вот и вы ведь не всегда его солите иногда просто вкусно кушать без всяких без всякой соли вот такой получается томат нет если вам хочется вот именно солоновато вы всегда можете его посолить и уже по своему вкусу но я уверяю вас что вам это не потребуется он настолько вкусный так что ваше на ваше усмотрение потом из каш только гречку можно я только что ответил да любую зерновую культуру используете в виде каши какая вам более всего не нравится нужно чтобы это вам не нравилось чтобы она вот так ну в общем и какие сорта яблок и какие сорта яблок подходит лучше всего мне кроме семиренко ничего на ум не приходит ребята до сущности любые яблоки пускай это яблоко даже будет медовым вы на яблоке яблоках жир не нагуляете. Но, чтобы быстрее вот этот шел процесс похудения, я стараюсь брать не сладкие сорта. Ну, вот даже, я не знаю, какие сорта. Я пришел в супермаркет, уже знаю, где какие, я просто их покупаю. Оно может быть красным, оно может быть желтым, оно может быть зеленым, как семеренко. Ну, в принципе, это все без разницы. Вы все сами увидите по своим, по результатам замеров своих габаритов. Это ведь мне надо уложиться. Мне нужно уложиться в намеченный срок. А вам что? Вы ведь для первого раза не будете худеть на 20 килограмм. Вы будете худеть на 10 килограммов. И вы не будете себя ограничивать в сроках. То есть, если вы за полтора месяца похудеете на 10 килограммов, это нормальный график похудения. Я так всегда голодал, я так всегда худел. Нормально. Мое первое похудение было как раз на 10 килограммов за 46 дней. Вот когда-нибудь я расскажу о том, какая это была диета. Наверное, таких и встретить невозможно. Вот Константин Яковлев. Томатный сок подсоленный или нет? По вашему усмотрению. Я ведь не против соли. Это все ученые спорят. Соль это белая смерть или не белая смерть. Я и скажу из того, что кухонная соль, натрий хлор, она полезная для организма. Это жизненно необходимый химический элемент для организма. Потому как это часть нашей крови. И без соли обойтись никак невозможно. А уж вы больше ее бросите в пищу или меньше, это без разницы. Я там заостряю внимание на соли именно для того, что если вот эту гречку я посолю, она станет вкуснее, и я тогда ее скушаю, съем больше. Вот я специально не солю эту кашу, чтобы она не стала вкусной. А в то же время недостаток соли я восполняю тем, что солю сахар. Потому что соль все-таки нужно потреблять. Ну вот так и вот на сегодняшний день. Это все. Все вопросы, которые вас интересовали, на все вопросы я ответ дал. Ну так что, так что ребята, кого что интересует, задавайте вопросы. Потому что все эти ролики снимаются онлайн, и я имею возможность более или менее оперативно отвечать на эти вопросы. Вот. Так что ребята, на этом пока-пока. Всем удачи, присоединяйтесь. Подписывайтесь на канал, рекомендуйте мои видео, ставьте лайки, пишите комментарии, обращайтесь с вопросами. Будьте здоровы. Удачи вам. Удачи вам. Удачи. Продолжение следует...